Двигаясь по второстепенной дороге, Хёнде оказался на пути внедорожника и тут же получил сильнейший удар в правую часть кузова. Уже с пробитым колесом машину развернуло и отбросило на газон, где находился фонарный столб. Судя по следам, её ударило, закрутило его на столб и она сюда отскочила уже. Несмотря на то, что по главной дороге ехал второй участник аварии, водитель Хёнде не спешил признавать свою вину. Мужчина настаивал на том, что был достаточно внимательным и в силу определенных факторов не мог видеть внедорожник. Он по главной, но у него скорость превышения скорости была большая. А почему вы его не заметили? А потому что скорость большая была, ребят. Даже если допустить, что скорость Киа была выше разрешенной, то это ничего не изменит. При движении по улице Беломорская именно у него было преимущество проезда перекрестка. В ходе удара у внедорожника также пробило колесо. А налетев на газон, он едва не снес дорожный знак. Километр 60, не больше. Я не успел здесь разогнаться даже. По идее, светофор нет. Правая рука, по идее, как бы всегда права, не знаю. Аварии на этом злополучном перекрестке происходят с пугающей регулярностью. Зачастую в таких ситуациях страдают и люди. Похоже, ситуация тут не сдвинется с мертвой точки, пока на пересечении этих улиц не будет установлен светофор. Маргарита Пастнова, Искандер Тулбаев, Сергей Ткаленко. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.